Новая экзотическая ракетница, приносящая смерть. Страшно красивая пушка, получить которую ты можешь уже сейчас, на старте Обители Теней. Как? Устраивайся поудобнее и слушай. Меня, кстати, зовут Джонни Лейни, и я рад видеть тебя на канале Трипл Вайп. Прежде чем ты подорвешься, сломя голову делать квест, предупреждаю, лучше всего делать его после того, как ты получишь 900 уровень силы. Тогда награда будет действительно достойной и добавит тебе до 5 единиц силы. Это особенно важно, если ты хочешь грамотно прокачать уровень крейду Сад Спасения, который стартует 5 октября. Так что подумай, когда тебе браться за квест. Для начала тебе нужно получить особый предмет, фрагмент данных Брэндмауэра. Получить его можно, выполнив еженедельный контракт Эрис Морн. В задании нужно исследовать, то есть зачистить от врагов 3 затерянных сектора на Луне. Отдел логистики К1, жилые помещения команды К1 и центр собраний К1. После можно смело сдавать выполненный еженедельный контракт Эрис Морн и отправляться в затерянный сектор Гавани Скорби. Это новая локация сверху карты Луны. После убийства босса нужно найти небольшой проход в правой стене и зайти в комнату, активировав как ключ тот самый фрагмент данных. За дверью найдете ожерелье Саймоты. Ожерелье нужно восстановить. Для этого вам предстоит убивать кошмары, используя электрические способности персонажа, суперы, заряженную рукопашную атаку и гранаты. Проще всего это выполнить в Гавани Скорби. После возвращайтесь к Эрис с ожерельем и забирайте награду рядом с ней. Кроме легендарного лута ты и найдешь в сундуке экзотическое поручение Гармония Тьмы. Первым этапом будет очень сложная миссия, начать которую нужно в локации Круг Костей. Она настолько сложная, что ты будешь проходить ее целых минут пять. После нам нужно получить три предмета тремя разными способами. Сначала летим к адской пасте и выполняем открытое публичное мероприятие Ведьминский ритуал. Затем возвращаемся в затерянный сектор в Гавани Скорби и проходим его. Третий предмет можно получить, убив коллекционера Костей. Это странный аколит. Есть инфа, что он может появиться в любой локации на Луне. Но чаще всего его встречали в локации Якорь Света, что справа на карте. Убиваем моба, обновляем этап поручения и запускаем налет Алая Крепость. Это не специальный налет. Не появится он на карте отдельно или вроде того, просто обычный налет. Запускайте, проходите и на моменте с лифтами на второй платформе ищите нужного моба. Ведьма Верховный Дирижер Сулмакту. Если будешь проходить этот этап с друзьями, убедись, что каждый немного задамажил дирижера. Иначе поручение не будет засчитано. Четвертый этап. Классика жанра. Уничтожение мобов на минут сорок. Но прежде чем я расскажу, как сократить время на этом этапе, пара слов о спонсоре этого видео. Если у тебя нет времени на фарм, если очень хочется получить все новые пушки как можно скорее, но ты нигде не успеваешь, тогда тебе на помощь работает сервис двинг.нет. Это сайт, на котором вам помогут пройти любое задание, выполнить квест, на который у самого не хватает сил, времени или нервов. И сделают это быстро, качественно на любой платформе. Новый желанный экзот, закрытие рейдов, да даже прокачка персонажей. Все это доступно на сервисе двинг.нет. По промокоду TRIPLE VIBE ты сэкономишь не только нервы и время, а еще и деньги. Скидка-то 15%. Ссылка будет в описании. А теперь назад к поручению. Самый интересный этап ждет, помните? Нужно убить 300 обычных врагов. Это те, что с красной полоской здоровья. 75 мини-боссов. Желтая полоска здоровья. И 10 боссов. Это желтая полоска с черепком. 300 обычных врагов можно набить проще всего в затерянных секторах на Луне. За один заход в соло вы набьете 15-20% прогресс задания. Мини-боссы и боссы отлично идут в локации Гавань Скорби. Тут нужно убивать кошмары. Валите трех мини-боссов и босса на каждой платформе, и это займет у вас минимум времени. К слову, в прогресс боссов засчитывается убийство в Гарниле. Но зачем оно нам? ПВП-то ваше, да? И да, вы можете выполнять этот этап квеста на других локациях, но прогресс туда идет гораздо медленнее. Ну а затем нужно отправиться на специальную миссию в Круге Костей. Рекомендуемый уровень миссии 920. Но на 900-905 это задание проходится довольно несложно. Особенно если вы не один. Убиваем ведьму, берем ее красивый череп и несем с гордостью Эрис Морн. А она в ответ, рассказав еще одну историю, отдает вам новую экзотическую ракетницу, приносящую смерть. О том, насколько хороша или плоха эта ракетница, мы еще поговорим в отдельном видео. А на этом пока все. Нас ждет еще много квестов, заданий и секретов. Так что оставайтесь на связи и не забудь подписаться на канал, конечно же, Страж. Счастливо!